Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием куб банан. Банан является частью фруктовой серии, но в отличие от других фруктов он не является шейп модом кубика рубика. На самом деле он представляет собой модификацию кубоида 2х2х3, а у этих двух головоломок совершенно разный принцип сборки. Есть еще одна серия фигурных головоломок, в основе которых также лежит кубой 2х2х3. Это динозавры, и собираются они по тому же принципу, что и банан. Подробнее про них можно посмотреть по ссылке в описании. Банан значительно популярен для динозавров, поэтому заслуживает отдельного видео. В перемешанном виде банан сильно меняет свою форму и может испугать неподготовленного сборщика. Но на самом деле бояться нечего, для его сборки потребуется только один алгоритм, в основном же он собирается интуитивно. Рассмотрим строение кубоида 2х2х3. Здесь есть три слоя, которые могут каждый вращаться на 90 и 180 градусов в любую сторону, и также можно вращать по вертикали на 180 градусов. Если мы будем так вращать на 90, то дальнейшее вращение становится невозможным. Поэтому по вертикали только на 180, по горизонтали как угодно. Каждый слой состоит из четырех элементов. Можно считать, что на верхнем и нижнем слоях сосредоточены только углы, по 4 на каждом, а на среднем ребра. Это если рассматривать количество наклеек. Но разница здесь не так важна. Первым делом мы будем собирать средний слой, а после него крайние. Классические кубоида 2х2х3 при перемешивании форму не теряют и ориентируется мы будем по цветам. Собираем средний слой. Видим, что все элементы стоят не так как надо, цвета не совпадают. Выполним какое-нибудь движение, возможно что-то поменяется. Два зеленых совпали. Ну, на обратной стороне совпали два синих. Понятно, что если мы поворащаем еще вот так, то весь средний слой соберется. Здесь сборка полностью интуитивная и может потребовать одно, два или максимум три движения. Вот самый сложный случай. Ничего не совпадает. Мы делаем произвольные движения и продолжает все не совпадать. Просто можно сделать движение в другой плоскости. И тогда уже становится лучше. Вот два зеленых, два синих. Делаем еще движение. Уже по счету третье. И средний слой собрался. На банане мы ориентируемся на форму. Видим, что здесь элементы среднего слоя по форме не совпадают. Здесь тоже что-то выступает. И здесь, и здесь. Делаем произвольное движение. Проверяем, что получилось. Ну, вот по форме стало лучше. Смотрим с другой стороны. Тоже стало лучше. Ну, делаем интуитивно еще одно движение. И средний слой вроде бы собрался. Все стало хорошо. На самом деле, это не факт. Если мы выровняем хорошо с одной стороны банан, то с другой стороны здесь может чуть элемент выступать. Да, возможно, если мы повернем еще раз, то будет лучше. Поворачиваю. И действительно, теперь ничего не выступает. На это можно внимания не обращать. Ну, если вам хочется действительно полной сборки, то нужно быть чуть внимательнее. Средний слой собран. Далее на кубойде нужно определиться, с какой стороны будет желтая грань, а с какой белой. Сделать это можно просто. Берем любой белый элемент и попробуем найти ему место. Вращаем, пока цвета не совпадут. Вот здесь цвета совпали. Если мы нашли уголку место, где он совпадает по цветам с элементами среднего слоя, значит, белый цвет, цвет этого уголка, должен быть на этой грани. И грань это белая. Попробуем то же самое сделать с желтым уголком. Вот у нас желто-красно-зеленый. Но сразу видим, что один цвет совпадает, второй нет. Но все же попробуем. Здесь оба не совпадают. Цвета вроде бы те, но наоборот. Это тоже нам подсказка. Вращаем дальше. Совпадает один, второй нет. Ну и тут тоже не совпадает. А раз мы для уголка не нашли места, то его цвет, желтый, должен быть не на этой грани, а на противоположной. Мы понимаем, что белая грань находится сверху. Дальше могла бы здесь располагаться и желтая грань. Это не так важно, в каком порядке их собирать. Вот у нас белый уголок стоит на месте. Теперь нужно все остальные белые уголки переместить на эту грань. Ищем их снизу. Здесь у нас три угла, здесь у нас один. Мы можем рядом с этим одним уголком поставить еще один. Здесь их три. Мы двойной блок расположим слева, а этот справа, одиночный. Мы видим, что он находится сзади. Не спереди, а сзади. Значит, этот уголок расположим спереди, но слева. Спереди слева, сзади справа. И при вот таком движении они совместятся в блок, ну или в полоску. Мы этот блок отведем в сторону и вернем первое движение обратно, чтобы у нас не нарушился средний слой. В итоге у нас уже одна полоска есть. Если есть одна полоска и снизу есть другая полоска, то эта ситуация решается очень легко. Их можно расположить с одной стороны, ну, к примеру, справа. Так. И вот так. И теперь мы нижнюю полоску ставим на место верхней. Поднимаем. Отводим ее с правой позиции на левую. Как бы разворачиваем. И отменяем первое движение, чтобы восстановить средний слой. У нас получается 4 элемента белых сверху. Сейчас они совпали и по цветам, но это не обязательно. В то же время у нас 4 желтых элемента собралось снизу. То есть мы собираем цвет граней наверху, одновременно собирается он и внизу. Сейчас я покажу разные ситуации. Если у нас сверху 3 элемента, а снизу 1, мы также можем его расположить справа сзади. А здесь 3 элемента таким образом, чтобы одиночный был слева спереди. Главное, что при движении на 180 градусов правой грани у нас объединились вот эти 2 элемента в блок. Его мы также отходим налево и отменяем движение правой грани. 5. Все 4 белых уголка наверху. Ну, так же, как и 4 желтых снизу. Возможно, еще вот такая ситуация. Здесь 2 уголка по диагонали, а здесь 2 полоской. Здесь можно поступить по-разному. Первый способ. Оставить все как есть. Полоска будет слева. Вращать будем грань правую. Мы отводим вот этот элемент вниз. Этот поворачиваем поближе к тому месту, где был первый. И возвращаем. Получаем полоску. Ну, а далее полоску привычным движением замещаем на нижнюю. Отводим в сторону. И восстанавливаем средний слой. Белая сторона собирается. Желтая тоже. Если ситуация обратная. И сверху 2 белых полоской, а снизу 2 по диагонали. То можно здесь поступить по-разному. Один из способов это расположить белую полоску справа. Просто поднять элемент снизу. Отвести его в сторону. И вернуть сюда. После чего получить стандартную ситуацию, где сверху 3 элемента, снизу 1. Располагаем вот так. Этот сзади справа. Здесь одиночный слева спереди. Поднимаем. Отводим. Восстанавливаем. Сторона собралась. Либо мы можем собрать полоску снизу. Точно так же, как делали это сверху. Но придется смотреть на нижнюю сторону. Здесь сейчас уголок находится справа сверху. Этот слева снизу. Отводим. Вот этот. Подворачиваем второй. Возвращаем. Здесь они объединились в полоску. Располагаем полоску справа. Верхнюю тоже. И выполняем стандартную комбинацию. Сторона собралась. Любые конфигурации решаются по такому же принципу. Главное, чтобы собралась белая сторона. Совпадение вот этих цветов было бы, конечно, желательно. Но его можно собрать на следующем этапе. Давайте сделаем то же самое на банане. Проще всего ориентироваться на более крупные элементы. Есть вот такой вот кончик. А есть веточка. Попробуем узнать, кто из них стоит на нужной грани. Повращаем сначала вот этот элемент, который поменьше. Пока место ему не находится. Вот похоже, что нашлось. Но если на ощупь попробовать, то мы видим здесь какие-то зазоры. И давайте лучше попробуем другой элемент, который с веточкой. Повращать. А он уже как раз стоит на своем месте. И стоит гораздо лучше. Никаких зазоров нет. То есть мы получаем, что вот на этой грани должны быть элементы с веточкой. Ну и те, которые к ним подходят. Ну а здесь один уже есть. Такой треугольный элемент. И для углов с веточкой такие треугольнички должны быть те, которые покрупнее. Вот они. Два такие стоят рядом. А для вот этих кончиков должны быть уголки поменьше. Такие же треугольные, но чуть меньше. Они есть здесь снизу. У нас получается, что три элемента стоят те, которые нужно. А одного не хватает. То есть это обычная ситуация с кубоида 2х2х3. Располагаем на этой грани элементы так, как нужно. Два справа, один слева, спереди. Ищем другой с веточкой на нижней грани. Он сейчас спереди. Нужно отвести назад. Ну так, чтобы он остался справа. После чего этот элемент поднимаем наверх движением правой грани. Поднимаем. Получилась вот такая полоска. Неважно, что сейчас по форме не совпадает. Мы отводим эти два элемента влево. И возвращаем движение правой грани. В итоге что у нас получилось? Здесь два элемента стоят вообще хорошо. А эти два, ну просто на своей грани. В то же время, на противоположной у нас тоже неплохая ситуация. Два элемента стоят вообще хорошо. Ну а два еще нужно переставить. Рассмотрим другую ситуацию. Опять находим место для элемента с веточкой. Вот здесь вроде ему неплохо. По форме все совпадает. Но на всякий случай проверим на альтернативном. Здесь по форме не очень есть зазоры. Возвращаем с веточкой. То есть здесь грань, где должны стоять элементы с веточкой. Вот этот треугольничек явно меньше, чем должен быть. То есть он не подойдет. Этот элемент точно с другой грани. С нижней. Вот этот элемент давайте посмотрим. Он вроде бы такого же размера, как этот. Как проверить? Можем также его подвести к своему месту. Вдруг подойдет. Но что-то нигде не подошел. Вероятно, он все-таки маленький. А все крупные находятся снизу. Один есть. И второй есть. То есть у нас получается ситуация, где на верхней грани один элемент, а на нижней три. В этом случае проще всего, наверное, хорошую полосочку отвести в сторону и попробовать собрать полоску сверху. Вот элемент здесь получился. Он спереди, справа. Значит, с другой стороны мы нашу веточку должны расположить сзади, слева. Ну, в зеркальном положении. Делаем движение правой грани на 180. Отводим в сторону и возвращаем движение правой грани. В итоге у нас тут получилось два элемента рядом. Как бы полоска. Теперь эту полоску располагаем справа и под ней располагаем другую полоску. Вот она. Блок. Два элемента рядом. Ставим нижнюю полоску на место верхней. Разворачиваем и отменяем первое движение. В итоге у нас слой собрался. Даже элементы переставлять не нужно. С другой же стороны не собралось. Здесь перестановки потребуются. Все остальные ситуации решаются аналогичным образом. В конце я покажу еще сборку с объяснениями. А сейчас переходим к следующему этапу. После того, как мы разместили элементы на своих гранях, их возможно потребуется переставить. Вот эти два зеленых угла стоят правильно. Везде совпадают по цветам. А вот эти два уголка было бы неплохо поменять. У нас есть алгоритм, который переставляет вот эти два элемента. Для этого их нужно расположить справа на верхней грани и выполнить следующее движение. Для тех, кто знает язык вращения внизу экрана, будет написана формула, но без нее можно обойтись. Мы вращаем правую грань на 180 градусов, верхнюю поворачиваем по часовой, правую на 180 в любую сторону, так и движение двойное, верхнюю против часовой, правую опять на 180. Вращаем верхнюю против часовой, нижнюю в ту же сторону. Делаем опять двойное движение правой, но теперь верхнее против часовой, двойное движение правой, верхнее по часовой, и еще раз двойное движение правой. Сверху все собралось, но снизу возможно потребуется что-то там довернуть. Переставились два элемента. Этим алгоритмом за один или два раза мы легко переставим все элементы на одной грани по своим местам. Как только мы собрали одну грань, переворачиваем кубоид и делаем то же самое на второй. Здесь также два элемента стоят правильно, располагаем их слева, а два неправильных располагаем справа и делаем точно такой же алгоритм. Правая на 180, вверх по часовой. Правая на 180, вверх против часовой. Правая на 180. И верхнюю, и нижнюю грани. Поворачиваем и продолжаем. Правая на 180, вверх против часовой. Правая на 180, вверх по часовой. Правая на 180. Ну, низ может потребоваться довернуть. И куб будет собран. Может случиться такое, что на какой-то грани все углы будут стоять разрозненно. И не будет блока, так чтобы два угла стояли правильно друг относительно друга. В этом случае мы просто из любого положения выполняем тот же самый алгоритм. Справа, по часовой. Справа, против часовой. Справа. Вверх, низ. Справа, против часовой. Справа, по часовой. Справа. Низ можно довернуть. И смотрим, у нас два уголка встали рядом и встали правильно. Располагаем их слева и делаем алгоритм еще раз. Вращаем справа, вверх, по часовой. Справа, против часовой. Справа, вверх, вниз. Справа, против часовой. Справа, по часовой. Справа. Тут все собрано. Низ можно довернуть. В итоге, одним алгоритмом все собралось. Сделаем то же самое на банане. Видим, что с этой стороны есть два уголка, которые стоят правильно рядом. Значит, два других мы просто поменяем местами. Вот эти два. Делаем тот же алгоритм. Поворачиваем. Правая на 180. Вверх, по часовой. Правая на 180. Вверх, против часовой. И правая опять на 180. Вращаем вверх, против часовой. Низ в ту же сторону. Продолжаем. Правая на 180. Вверх, против часовой. Правая на 180. Вверх, по часовой. И правая еще раз. Вверх собрался. Красивый. Переворачиваем. Здесь мы видим, что все некрасиво. Потребуется нам двойная перестановка. Из любого положения делаем тот же самый алгоритм. Давайте вот из такого. Вращаем справа, вверх, по часовой. Еще раз справа, в любую сторону. Вверх, против часовой. Опять справа. Вверх, против часовой. Низ в ту же сторону. Продолжаем. Справа на 180 градусов. Вверх, против часовой. Справа еще раз. Вверх, по часовой. Опять справа. Низ можно довернуть, чтобы было красиво. Но у нас здесь, что случилось. Два элемента встали рядом. Можно поставить их на свое место. Ну, а эти два нужно еще разок переставить. Делаем тот же самый алгоритм. Справа, вверх, по часовой. Справа, вверх, против часовой. Справа, вверх, против. Низ в ту же сторону. Справа, вверх, против часовой. Справа, вверх, под часовой. Ну, еще раз справа, вверх собрался. Низ, доворачиваем. Банан собран. Покажу еще, как решать возможные ошибки при сборке. К примеру, если вы не угадали, с какой стороны собирать нужно элементы. Может получиться вот такая ситуация. Вроде бы, что здесь, что тут элементы стоят хорошо. Но со средним слоем почему-то нормально не совпадают. Хотя средний слой тоже собран. Это значит, что вы перепутали грани. Это равносильно вот такой вот ситуации на кубовиде 2х2х3. Крайние свои собраны, а средний с ними не совпадает. Чтобы починить, нужно сделать следующее движение. Из любого положения вращаем правую грань на 180, после чего на 180 градусов вращаем средний слой. И еще раз правую грань вращаем. На банане может потребоваться доворот крайних слоев. Берем банан. Видим такую же ситуацию. Края собраны, но средний слой с ними не совпадает. Вращаем правую грань на 180, после чего вращаем средний слой на 180. Это было на 90, теперь на 180. И вращаем опять правую грань на 180 градусов. Доворачиваем. И все, банан собран. Еще может быть подобная ситуация, когда с одной стороны со средним слоем все хорошо, а с другой что-то нет. По форме не совпадает. То есть хорошо бы вот эту половинку среднего слоя развернуть. Такое бывает, если вы были не очень внимательны при сборке крайних граней. Или просто не обратили внимания на эту часть среднего слоя. Равносильно вот такой ситуации на кубовиде 2х2х3. Решается тоже очень просто. Вращаем правую грань на 180, верхнюю грань на 180. Опять правую, опять верхнюю. Еще раз правую, ну и еще раз верхнюю. Если движение на 180 градусов, не важно в какую сторону их выполнять. Делаем на банане то же самое. С этой стороны все хорошо. Вот эти два элемента хочется развернуть. Правая грань на 180, верхняя на 180. Еще раз правая, еще раз верхняя. Правая, верхняя. Все, банан собран. Если вы старались собрать средний слой, то в конце сборки других ситуаций возникнуть не должно. Если же возникло что-то вот такое, то вы просто неправильно собрали углы на крайних гранях. Их нужно поменять местами. Тоже делается несложно. К примеру, можем вот этот элемент поставить на место тех, с которыми они должны быть рядом. Развернуть. И вернуть обратно. Ну и тогда все меняется. Ну как при сборке крайних слоев. Пример сборки для закрепления. Первым делом банан пытаемся вернуть в форму, так чтобы он вращался. В таком положении вращаться он не будет. Делаем его более компактным и стараемся собрать средний слой. здесь, кажется, элементы, что по форме не подходят. Здесь вроде бы тоже. Делаем какое-то произвольное вращение. Смотрим, что получилось. Стало вроде бы лучше. Здесь ну я бы еще раз повернул. Вот так. Проверяем. Да, на ощупь стало все хорошо. Дальше берем какой-нибудь элемент с веточкой. Ну, к примеру, этот. И пытаемся найти ему место. Тут не подошло. Вот здесь вроде бы неплохо. Попробуем другой элемент. А другого нет. Но есть элемент с веточкой с другой стороны. И можно проверить его там. Здесь явно хуже. Он стал на похожее место. Но явно хуже он подходит. Поэтому давайте собирать элементы там, где должна быть веточка на этой грани. Здесь, помимо веточки, есть три треугольных. Это удачно. Можем сразу выбрать нужные. Нужный тот, который повыше. Вот этот. Получается этот и этот должны быть на этой грани. Смотрим, что с противоположной. Вот эти два должны быть здесь. А вот эти два должны отправиться наверх. Да, они по форме не совпали, но стоят рядом. Отведем их пока влево, чтобы не сломать. А верхние попытаемся объединить. Вот который повыше справа сверху стоит. Поставим его рядом вот с этим. Отводим вниз. Веточку подводим сюда и возвращаем. В итоге два элемента стоят рядом. Эти два лишних. Располагаем блок справа. Нижний блок вот этих нужных элементов тоже ставим справа. нижний блок ставим на место верхнего, отводим в сторону и возвращаем первое движение. Смотрим, что получилось. Ну, два элемента рядом, два нужно переставить. Что на противоположной грани, то же самое. Два рядом, два нужно переставить. Значит, алгоритм для перестановки углов мы будем использовать дважды. Максимум может быть четыре раза. Минимум ни одного, если элементы сами встанут на свои места. Поставим собранные элементы получше, чтобы было красиво, заодно убедимся, что все хорошо, да, все по форме совпадает. Элементы, которые нужно переставить, располагаем справа и выполняем алгоритм. Справа на 180, вверх по часовой. Справа на 180, вверх против часовой. Справа на 180, вверх против часовой, низ в ту же сторону. Справа на 180, вверх против часовой. Справа на 180, вверх по часовой. Справа Здесь сторона собралась. Переворачиваем. Тут можно было довернуть. Правильные располагаем слева. Вот эти нужно переставить. Повторяем алгоритм. Справа. По часовой. Справа. Против часовой. Еще раз. Справа. Вверх против часовой. Низ в ту же сторону. Продолжаем. Справа. Против. Справа. По. Еще раз. Справа. Вверх собрался. Низ. Доворачиваем. В итоге банан собран. Проверяем средний слой. Все хорошо. Мы нигде не ошиблись. Это не сложная головоломка, которая собирается в основном интуитивно. Самое сложное. Это здесь перестановка элементов на одной грани. Но алгоритм я несколько раз показал. Это единственная головоломка из фруктовой серии, которая не является модификацией кубика рубика. До четвертой по счету обучающей видео из этой линейки. Остались персик и апельсин. Тренируйтесь и все у вас получится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.